Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. На одном из форумов мы повели такую своего рода дискуссию о том, какая моя личная роль должна быть в жизни студента, в его образовании. И один из моих оппонентов, я думаю, он себя узнает, он доказывает, что, помогая своим студентам и решая их текущие вопросы, я, в общем-то, делаю студентов несамостоятельными. И, может быть, ко мне и идут такие студенты, и из-за таких своих качеств они проигрывают. Они, скажем так, не жизнеспособные, их максимум можно довести, ну, может быть, до миграции в Австралию, но уже после этого они будут потеряны, потому что начинается реальная жизнь вне теплицы, и, соответственно, в этой реальной жизни они не жизнеспособны. На это можно ответить очень много, и я думаю, что кое в чем мой уважаемый оппонент прав. Но, первое, сам по себе человек, видно, достаточно жесткий, это профессиональный иммигрант, который, по всей видимости, всю миграцию для себя сделал сам. И он не понимает, как другие люди могут вообще пользоваться услугами агентов, как миграционных, так и образовательных. И, соответственно, у него есть доля, наверное, ну, не сказать презрения, но такого неуважения к людям, которые не могут повторить его подвиг, или по отношению к людям, которые помогают, но становятся своего рода посредниками и зарабатывают на этом деньги, как, допустим, я. И, соответственно, профессионал думает, что зарабатывая деньги, как он, это достойно. Зарабатывая деньги посредничеством, ты, в общем-то, деквалифицируешься, ты становишься, ну, в принципе, пятым колесом для телеги. И, ставя себя в его положение, я, в принципе, его понимаю. Но я не, изначально я не хотел становиться инкубатором для нежизнеспособных студентов. Изначально я хотел стать своего рода экзоскелетом. То есть, возможности студента должны усиливаться, возможности иммигранта должны усиливаться. Вот, в принципе, то, о чем мы и постоянно говорим, то, что мы делаем, чтобы отсепарировать людей, которым не нужно образование для иммиграции, они хотят иммигрировать, для этого у нас существует очень жесткая система на сайте 1-AU.NET, потому что передо мной стоит, как на вратах рая, стоит апостол Петр, да, согласно библейской мифологии, стоит Алексей Чихунов, миграционный агент. И, естественно, это его заработок, это его авторитет. И, безусловно, он не будет советовать образование тем людям, которые могут обойтись и без образования. Вот эту систему мы построили совершенно недавно, но она защищает интересы человека, в любом случае, кто бы ни был, кстати, оборудовательный агент. Второе, это человек самостоятельно, конечно, может перелопатить очень много информации, но есть проблема. Первое, информация приходит из источников, которые очень сильно ангажированы и не всегда она правдивая. Во-вторых, у человека всегда ограничен ресурс времени, денег, что взаимосвязано и каких-то возможностей, ну, я не знаю, наверное, уровня интеллекта. То есть человек потратит очень много времени, денег, каких-то усилий на то, что он может получить и использовать, естественно, критически анализируя то, что было дано. Поэтому ситуация сейчас совершенно другая, чем она была 5 лет тому назад, 10 лет тому назад. Уже нету 60 баллов для большинства профессий, чтобы ты эмигрировал. Сейчас вообще 65, низшая планка, а для многих профессий это уже уходит 80-85 баллов. Поэтому говорить о том, что человек сам всего может достичь, он по-любому себе это может сделать, если он себе это может позволить. У нас нету времени. У человека есть время на зарабатывание денег, на поднятие английского языка, на, собственно говоря, работу, то есть получение квалификации или улучшение квалификации. Если он будет массу времени тратить на поиск необходимой информации, это будет плохо. Тем более, тот сайт, тот форум, на котором себя активно ведет этот человек, который что-то советует, он сам был создан для того, чтобы давать информацию людям. И на нем в действительности находятся и оборудователи, и миграционные агенты. Эти люди в какой-то степени в действительности ангажированы. И считать, что это нейтральный ресурс тоже нельзя. Соответственно, я считаю, что моя роль, и в данном случае это не только как оборудовательного агента, это роль, опять-таки повторю, экзоскелета. Далее. Есть вопросы, которые бытовые, которые вы можете решать. Простой пример. Тот же самый магазин, где я сейчас беру мясо индейки по, ну, в среднем, 2,50 за килограмм. Великолепный продукт, очень свежий. Мне его под заказ даже привозят ящиками. Соответственно, это просто сбойни привозят. И свежесть меньше, ну, 12-24 часов после забоя. Цена, ну, раза в три меньше, чем в магазине. И это у меня появилось через 17-16 лет после того, как я сюда появился. Мы потеряли, я потерял, может быть, тысячи долларов на незнание вот этого магазина. То есть, должен быть человек, который заинтересован в том, чтобы конкретные люди, студенты, иммигранты, вот это вот какая-то наша общинка, чтобы эти люди получали максимум информации, которую владеют. Должна быть составлена система, при которой люди обмениваются информацией. И это у нас тоже есть, наши студенты, как бы то ни было, но они обмениваются информацией. И, соответственно, идет помощь. Если человек будет один, если он будет просто получать информацию с каких-то там многих источников и даже не будет понимать, что это за источники, он не получит эту информацию. Это будут очень большие для него расходы после приезда в Австралию. То есть, мы пытаемся систематизировать все и дать человеку квинтэссенцию всех этих знаний, всех этих навыков и игнорировать это, ну, на мой взгляд, глупо. И говорить, что, говорить, дело в том, что всю эту систему начал создавать, в общем-то, я, по крайней мере, для того круга, о котором сейчас идет речь. Потом уже ребята вовлеклись, и теперь они тоже дают какую-то информацию с работодателями и с последующими возможностями для эмиграции, которые тоже связаны в основном с работодателями. Тоже дают. И вот Лена Ивановиченко в действительности помогла вчера. И, наверное, одно из рабочих мест с последующей, как вы понимаете, эмиграцией, кого-то ждет на Голд Косте. Вот. Соответственно, человек уровня моего способен договариваться с другими очень крупными игроками, как, допустим, мы договариваемся с компанией Students International, с Академией и так далее, с учебными заведениями. И это тот уровень, который дает, в общем-то, очень большой зонтик для человека. Игнорировать этот факт, этот факт, это глупо. Человек, если он очень сильный, если у него достаточно много денег, умения, хороший английский язык, наверное, он прорвется. А для чего надо столько много энергии тратить на начальном этапе, если можно вложиться в профессиональное образование, в английский язык, и использовать меня как первую ступень? Зачем делать ракету? Вот, пожалуйста, та же самая ракета. Вы не сделаете ракету, которая вот просто взлетела и улетела в космос. Обязательно должно быть как минимум три ступени на данный момент. Соответственно, разгонные двигатели, потом вторая ступень, и третья, это уже сам аппарат космический со своими двигательными, своей двигательной установкой. Так вот, в данном случае я являюсь, может быть, каким-то второй ступенью. Первой ступенью являются какие-то другие источники, ресурсы, которые разгоняют человека. Я, соответственно, делаю все, чтобы он вышел на вторую космическую, и дальше человек уже сам все делает. Если человек не использует эту ступень, представляете, насколько утяжеляется масса и уменьшается масса полезной нагрузки ракеты? И все-таки, несмотря на то, что вот многоступенчатая ракета, это очень хороший пример, я думаю, все-таки экзоскелет лучше. Что бы вы ни хотели делать, у вас всегда идет усиление. Вы хотите экономить на жилье или на каких-то бытовых расходах? У меня есть какие-то связи, у нас у всех есть эти связи. Суммарно мы можем вам помочь. Что касается меня, как образовательного агента, это не значит нянька. Вы можете закончить учебное заведение, вы, может быть, сможете договариваться с преподавателями. Но есть уровень, когда, допустим, надо договариваться о том, чтобы вам дали интерншип, хотя вы не достигли того уровня по оценкам, который есть, и это можно делать. Можно дать вам переиздавать экзамены, хотя вы сами об этом не договоритесь, и вы не имеете на это права. Но мы делаем это в порядке исключения. Все это сохраняет вам. Один предмет сохраненный, это уже до 2000 долларов, допустим, сейчас на магистратуре. Ребята, это очень серьезные деньги, очень серьезная помощь, ее нельзя игнорировать. Поэтому я не хочу быть нянькой. Я не хочу вас, как ту старушку, переводить через дорогу, если вам не нужно на ту сторону. Но я хочу быть, и я являюсь экзоскелетом для вас, потому что без меня вы точно так же пойдете, но у вас затратится больше времени и сил, и средств на то, чтобы достичь конечного результата. И кое-кто может не дойти до пункта назначения. И если бы экзоскелет был не нужен, его бы не изобретали. И соответственно, я являюсь тем экзоскелетом, я действительности нужен. Еще, наверное, причина, почему человек был критичен, я думаю, потому что есть очень тяжелый опыт работы с образовательными и миграционными агентами. И когда образовательные и миграционные агенты настолько зациклены на дорабатывание прибыли, насколько это очень часто в большинстве случаев встречается, и это было просто повальное какое-то несчастье, может быть, там 30, 20, 10 лет назад, то в этом случае лучше вообще не пользоваться миграционным и оборудовательным агентам, потому что они могут вас свернуть с более удобного для вас пути на более удобный для них путь. Но я думаю, что объективно, когда стало намного меньше студентов и иммигрантов, намного больше оборудовательных агентов, иммиграционных агентов, сейчас настолько сильное соревнование, что люди, которые таким делом занимаются, которые ищут только личную выгоду, они сейчас начинают вымирать. Поэтому только, ну уж очень тупой агент будет себя так вести, как мы привыкли видеть их себя ведущими. Поэтому стрельба этого человека по мне, как по агенту, она мне очень понятна. Мне понятен сам человек. Мне понятна его нелюбовь к людям, которые очень на него похожи, то есть обладают определенными лидерскими задатками и, соответственно, они не белые и пушистые, каковым я являюсь, я не белый и пушистый. Соответственно, есть какой-то уровень напряженности в отношениях и желание этого человека, скажем так, подопустить. Я это все прекрасно понимаю, это чисто эмоционально, чисто психологически очень нормально. Но все-таки, все-таки, ориентируясь на ваши интересы, на интересы вас, как студентов и эмигрантов, я хочу сказать, рассчитывайте на меня и рассматривайте меня, как ваш экзоскелет. Если вы будете именно так подходить к моей нужности для вас, все у вас получится очень хорошо. И вы совместите и то, о чем говорят мои оппоненты, когда говорят, что агенты вообще не нужны, я в частности, и то, что пытаюсь донести до вас я. Вы это совместите и совместите это для того, чтобы быть сами по себе очень мощные, уверенные и независимые люди. И перейти на более высокий уровень, который я и своим друзьям, и своим врагам все-таки объяснял из книги Стивена Кови «Семь привычек наиболее успешных людей», в данном случае и в бизнесе, и вообще в жизни. Независимость – это очень хорошо, но еще лучшее – взаимозависимость. Независимость – очень независимых и самодостаточных людей. Такие люди свернут горы, и вот одним из таких людей будете вы, дорогой мой зритель, друг и подписчик. Большое спасибо.